Давай. Фу, зайка, ты меня привёл. Тут не воздуха, нечем дышать. Сейчас, вопросы порешаем и валим из этого галимого Эрмитажа. Э! Э! Здравствуйте! Чем могу вам помочь? Себе помоги. А мы пришли просто за услугой. Короче, мы с моей малой валим в отпуск. А, я поняла, вам нужно кредит оформить. Да ни хера ты не поняла. Мы с моей крохой валим в отпуск. В другой город. Да. А, в другой город, то есть большой кредит хотите оформить, да, но, к сожалению, программа кредитирования для физлиц у нас закрыта, так что ничего не могу вам помочь. Да я ещё раз повторяю, себе помоги. И мы не клянчить сюда пришли, мы не на работе. Да. Короче, мы вам пришли кое-что отдать. О! Это что? Это ключи от подвала. Ну, мы живём под вами. В подвальных апартаментах. Соседи с самого низа. Помните, у вас ещё воды не было, так вы бегали дюрить в ресторан напротив. А директор два раза не добежал. Помню. Так вот, чтобы вот этого не повторилось, надо, чтобы вы присмотрели за нашим кактусом. Да. Хорошо. Приносите сюда кактус, мы за ним присмотрим. Ну, блин, курин. Кактус – это карифан наш. Он сейчас там спит на Олежбище. Скоро проснётся, начнёт нарабанить в дверь. Вы откройте, дайте ему что пожрать, ну и бухнуть. А мы можем его накормить, но только вот с алкоголем? Ну, вы, конечно, смотрите сами, но он когда трезвый, такой дурный. Он же не только в воду. Он и свет может вырубить. Да. Так что вы, в общем, думайте, а у нас товарняк скоро отходит. Он, короче, когда трезвый, может вот эту всю вашу сигнализацию отключить и хаза напустить. О, ты видела доллар какой? А нам какая разница? Мы бомжи счастливые люди. Дизельшоу повертається с новыми жартами, песнями та номерами. Перший великий концерт у Києві. 26 лютого, 19.00. Палац Украина. Квитки на сайте дизельшоу.ком та контрамарка.юэй. Ну, давай, лев, нападай на свою лань. Ух, мы сейчас устроим сексуальное сафари. Давай, Олешка, кушай меня, ешь и жуй. Пока твой рогатый муж бегает за рогатыми животными. Тихо, АСМС-ка. А? Возвращаюсь с охоты, накрывай на стол. Черт, не успели. Ай, а раньше успевали. Надо будет тебе нового любовника завести. Какого? Прячься. А может, я через мир успею? Тут не успел, а там успеешь. Прячься, говорю, поспею. Я успел прятаться. Откуда я знаю, ты любовник или я? Ладно, все, я в шкаф. Давай. Попалась? Дичь. Ой, дельфины! Стоять! Попался кабан. Долго я тебя выслеживал. Долго я маскировался. И вот он ты здесь. Мы даже ничего и не начали. А ты думаешь, легко было слышать, как вы тут, Олешка, Викуся, ешь меня, жуй, подавись, скотина. Ну все. Сейчас я из тебя, кабан, сальтисон делать, пожалею. Не надо. А из тебя, лань господня, чучело за мастырио. Знаете, вот с ней делайте, что хотите. Что? Меня не убивайте, меня нельзя убивать. Почему это? А я в красные книги занесен. Точно. Ты ж козел редкостный. Их всего двое в мире осталось. Козел и козлиха. Ну ничего, сейчас мы этот списочек подправим. Надо. Берегите природу, я вас умоляю. Я люблю тебя. На троих. Ну, вот и настал тот день. Вылетает наша птичка из клетки, то есть, из гнезда. Вступаешь ты во взрослую жизнь. Ну, за тебя. Спасибо вам, Наталья. Спасибо. А помнишь, как ты первый раз нам попал? Да. Да, у меня еще тогда красная лента, она перевезла, она. Руки! Ну-ка. Мы специально для тебя эту ленточку сберегли. Опа, Колька. Да ладно. Серьезно? Ёма, в натуре она три сквозных пинты. Ну, вы отдаёте. Ой, прямо на выпускного взяли, вот как сейчас, помню, зуб выбит, аттестат в крови, нож в спине. Вот времечко было душевное. Ай, хорошо. Хочу сказать, вы же мне как родаки, ты как батя, а ты как ну, тоже батя получается. Вы как два, как два бати. И учителя вы мне тоже первые. Никогда не забуду. Спасибо за все. А помнишь, как ты первый раз бежать надумал? Да. Да, меня в заложники взял. Да. Точно. Пистолет в голове приставил. Приставил, да. Да. На курок нажал. Нажал, да. Не знал ты тогда, что нам деньги на патроны не выделяют, да? Ну, молодой был. Дурак, дурак. Да, да. А как он путан за косички дергал, помнишь? А помнишь, как оторвал косичку? Да, у Скворцовой. Точно, да. Нравилась тебе Скворцова. Да ладно, ну, живой начинал. Мы знаем, что нравилось. Ты что, мы же вас поэтому в одну камеру частенько и садили. Ну, за это спасибо, пацаны. Так. Классная школа жизни у вас здесь. Я считаю, каждый пацан должен мне пройти. Нет, не каждый. Сюда попадают только избранные. Лучшие. Правда. Хочу сказать, Кабанчик, значит, перед тобой лежит теперь новая, неизведанная для тебя жизнь. Закончились решетки, небо в клеточку. Отзвенел для тебя, так сказать, последний манучек. Красиво, базаришь. На коня. Давай, Кабанчик. Ну все, менты. Пока. 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 Давай. Пока. Вырос, как Кабан. Да? Мы-то его поросенком помнили. Ах. А какие он заточки делал? А какие шахматы из клепа лепил? Там же одним ферзем наесться можно было. Он был лучшим. Согласен. Ну шо, все как в первый раз. Я в ленте, а вы бухие. Да? Кабан, а что случилось? Я как вышел, как представил себе, что не увижу вот этого всего. Хорошие ваши ментовские тупорылы, разводники левые, так заскрепело у меня внутри, как будто камера моя навсегда захлопнулась. Короче, оформляйте меня обратно. я сберкассу за углом бомбанул. Кабан Сергеевич, добро пожаловать. Вот за это можно выпить. Слышите, а можно я в обезьяничке посижу? Сижу, Кабан. Обезьянник это для малолеток. Ты же у нас профессионал. А знаешь что? А на тебе ключи от всей тюрьмы выбирай любую хату. Тогда бонус. Еще по десяточке, пацаны. Не забуду, отвечаю. Спасибо, менты. Спасибо. Ой, возвращается, как будто. Косеночек, ну давай все вот эти деньги возьмем с тобой на отдых, чтобы ты не переживал. Угу. Пипочка, ты же себя знаешь, и я тебя знаю. Сколько денег не возьми, ты все потратишь. Ну хорошо, тогда давай в банк отнесем, и проценты капать будут. Угу. Проценты капать будут, а потом банк хлоп и лопнул, да? Ну, тогда давай в недвижимость вложим. Интересно, в какую-то недвижимость ты предлагаешь вложить наши деньги? Зимние сапоги. Ну а что, они стоят на полочке, пылятся и не двигаются. Я так и думал. А сейчас они полторы тысячи стоят, а зимой будут три штуки. Представляешь, вот это выгодная инвестиция. выгодная инвестиция это вот, мои туфли. Двадцать лет назад купил, до сих пор ношу. Че ты вообще решил, что нас ограбят? Для этого специально моя мама и приехала, чтобы присмотреть за домом. Вот от твоей мамы я как раз их и прячу. Вот кто главный грабитель. Егор. Долго еще? Все. Давай, ищи. Только думай, как твоя мама. Думай обо мне всякие глупости, гадости, о жратве думай постоянно. Ну, что ты такое говоришь? Ну, она все время думает о жратве. Все. Нету. Хорошо спрятал. Поехали. Не нашла? Нет. Ну? Мама, мы поехали. С Богом. Да, доченька. Да, да. Нашла. Нашла. Конечно, пылесос. То он палец о палец не ударит, а то пылесос в спальню придащил. Угу. Так я еще и вторую нашла. На лодку и мотор написала. Ну, ты скажи, какой подлец. Какой подлец. Ой, где ты говорила твои сапоги продаются? А, сегодня поеду туда и куплю их. Хорошего тебе отдыха, доченька. Хорошего. Все, библиотека странные. Девушка. Ой. Здравствуйте. Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, самое сильное успокоительное для мужа. А что случилось? Что случилось? ДТП. Так может, ему сразу в больницу? Нет, нет, это не с ним ДТП. А с кем? С его машиной. Ну, тогда все зависит от того, насколько сильно он нервничает. Он сильно нервничает, но он просто еще об этом не знает. Я так на будущее спрашиваю. Тогда я не знаю. Олежка, помоги, а? Ну, а что с машиной там? Левая фара. Фигня. Дай настойку пустырника. Поняла. Левое зеркало. Ну, еще одно. Ага. Левая дверь. Две. А? Поняла. Вот. Берете и даете это ему за час до того, как собираетесь показать повреждения на машинке. А, я извиняюсь, а покажите хоть обо что поцарапали? Ой. Вот. И, Кусечка, вот этого всего не надо. Вам, девушка, лучше уехать. В другую аптеку? В другую страну. Ой, не, девочка. А что там, а ну? Мне девочка. Ого! Бентли! Да! Ой, девушка. А знаете что? Давайте попробуем снотворное. Давайте ему каждый раз, когда он проснется, в течение трех месяцев. Ой, спасибо вам большое. Спасибо, вот, сдачи не надо. Спасибо, до свидания. Ого! Танье за что? А я, Кусечка, у тебя на все случаи лекарства есть, да? Ну, я же лучший провизор года. Лучший провизор. Я ей вместо снотворного слабительное дала. Девушка, вернитесь! Вот это не везет мужику, да? Непрушный день. Слушай, ему не в аптеку, ему в церковь надо. Ты что? Он до церкви не добежит. Он добежит. Удивятся, он церкви. на троих. Шановные, я еще раз вам повторяю. Разрешено провозить не больше одного литра алкоголя и не больше одного блока сигарет. Все, что свыше нормы, запрещено. Ага. Знаю я, что ваше запрещено. Мы сейчас вам это все оставим, вы же сами это выпьете и скурите. А хуже того, можете контрабандой продать. А вот напрасно вы на нас наговариваете. А у кого вы думаете это купил? У вас же и купил. Саша, не нервничай. Вика, это дело принципа. Короче, я вас предупредил, вы уже сами решайте. Или оставляйте это здесь, или выпивать. Как это? все, мы ехать. С этим чемоданом все. Теперь осмотрим ручную кладь. Саня, покажи ему мою косметичку. Пожалуйста. Это косметичка? А же не видно? Вы знаете, что в самолет запрещено проносить жидкости более 50 миллилитров? Что значит запрещено? Но. Ты знаешь, сколько я денег за эту косметику отдала? Побольше, наверное, чем ты за свою должность. Да. Вика, ну ты не нервничай. Саня, это дело принципа. Да, мы очень принципиальные. Хорошо. Саня. Все, пусок, доволен? Да. Это еще что такое? Все понятно. Или используйте, или мы конфискуем. О, Саня, мы же не сдадимся? Мы очень принципиальные. Давай, пожалуйста. Вообще-то, по контрацептивам ограничений нет. Поздно. Мы уже завелись. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужно срочно лекарство. Этого добра у нас навалом. У вас что-то с глазами, да? Нет, слушай, какими глазами? У меня проблемы с потенцией. Нужно срочно ее как-то понизить, понимаешь? Чув. Зачем же ее понижать? Зачем такой талант гробить? О, слушай. Нет, нет. Извините. Понимаешь, я женился. Обещал жене, что не буду изменяться. А я не могу. Я не могу. Я когда вижу женщину, у меня все начинает вот так вот бурлить. Ты понимаешь? Что я могу сказать? Бедненький. Слушай, нет. Я не могу, когда ты таким нежным голосом со мной разговариваешь. Можешь говорить со мной грубым. Хорошо. О, слушай. А мне еще больше заводит. Есть у тебя мужчина здесь какой-то работает, нет? Женя! Точнее, Женя! Что случилось, Викуся? Ура, у него еще более сексуальный голос. Слушай, дайте мне какого-нибудь успокоительного бистра. А вот, пожалуйста. А что ты со мной делаешь? Что происходит? Здравствуйте, мои хорошие. Здравствуйте, Женя. Смотри, наш сексуальный маньяк вернулся. Да, да, да. Что? Такой веселый. Помогло наше лекарство, да? Вообще не помогло. Как только вышел из вашей аптеки, сразу же сорвался. Два раза. Так а... Жене помогло. Как только в чай добавил это лекарство, она так спокойно отреагировала на все мои измены. Очень хорошая успокоительная. А что же вы к нам пожаловали? Хочу жене купить еще больше успокоительного. Еще хотел бы вас отблагодарить. Вот возьмите просто так. Благодарить нас не надо. Да. О, как сказал, как соловей песню спел. Дождусь, когда у тебя рабочий день закончится. Давай, Дани, Дани. Давай, Дани. Стоять! Я говорю! Стоять! Все! Ты никуда не уйдешь. А вы неплохо бегаете? Я еще хорошо стреляю. Я учту. Так. Воруем, значит, да? Ну, почему сразу воруем? Ой, Витон, аго! Мне сказали, что это самая лучшая модель. Так, а ну молчать! Что тут у нас? Духи последней модели. Ага. Помада. Блин, мой любимый цвет. Так. Что еще? Тушь? Все самое лучшее. Я консультировался. Так, а ну молчи! А это что такое? Это что? Два билета на концерт. Вы любите группу, Тик? Так. Я не понимаю, почему все новое? Духи даже не распечатаны. А? Потому что это подарок. Кому? Вам. Вы мне просто очень нравитесь давно. А я все, знаете, как-то не решался к вам подойти. Ну, как бы... Напарник! Быстро прячься! Прячься! Ай! Вика, где он? Где преступник? Побежала туда, ногу подвернула. Ай! Я сам! Ага! Ты еще здесь? Мне просто друг посоветовал. Говорит, купи сумку, пробегись рядом с ней. Ну, типа ты вор. Она сразу за тобой побежит, догонит. И так мы познакомимся. А если тебя не я, а мой напарник поймал бы? Да нет, он сказал, что с такой сумкой тебя только женщина догонит. Ой, даже не знаю, что с тобой делать. Ну, что? Отпустить? Мне еще переодеться надо. Концерты сегодня. А, ну, беги. Переодевайся. Стоять. А оказание сопротивления работника полиции на воровство лет на десять ты уже заработал. Как я это... Вперед! Вперед! Ой! Никакой личной жизни. А подарки не о дарке. Надежда Константиновна, я извиняюсь, что отвлекаю вас от этого важного дела. Может, вы все-таки объясните, зачем вы вызвали нас с урока и уже десять минут молчите? Я просто не могу подобрать синоним к слову идиот. Идиот. А, тут легко. Дебил. Придура. Имбецил. Даун. Угу. Валерий Петрович, все эти слова относятся к вам. Вы что устроили на уроке? Что? Мы, между прочим, идем по школьной программе. У нас сегодня тема строения человека. А на картинках показать было нельзя? О, что вы! Какие картинки? Мы в 21 веке. Сейчас картинки уже никому не интересно. Детям подавай наглядное пособие. Тем более, они сказали, что они так лучше запомнят. А если бы вам дети сказали спрыгнуть с девятого этажа, вы бы тоже сделали, да? Да. Прыгал. Но со второго. У нас же школа двухэтажная. А одиннадцатый класс он очень сильный и очень хорошо умеет убеждать. А почему строение человека нужно было показывать именно на учительнице английского языка? Тоже дети так захотели? Ну, так это... А позвольте объяснить мне? Now, shut up, understand? Ну, другого найти нельзя было? Можно было, конечно, но дело в том, что на учителе физкультуры можно показывать только открытые и закрытые переломы. Учитель трудов был на каких-то опытах с учителем химии и тут я вспомнил у Ольги Николаевны окно и идеальное от природы тело. А можно было найти кого-нибудь не из учительского коллектива? Можно. Но я позвонил, уточнил информацию. Это же сумасшедшие деньги. Вы представляете? За один час сто долларов. Откуда? Откуда у нас такие деньги? И я вспомнил, что Ольга Николаевна любит конфетки с коньяком. Ну и я решил... Да. Я, знаете, так люблю эти конфетки, и они меня так раскрепостили. Так раскрепостила, и да. Get out of here. Ладно. Все, мы пойдем. А ты останься. Валерий Петрович, что завтра у десятого Анна Биологии? Ну так та же тема строения человека. Я так понимаю, у нас натура все, да? Придется опять на картинках показывать. Да нет. Почему? Я пойду вместо Ольги Николаевны. А зачем это вам? А затем, Валерий Петрович, что нужно напрочь отбить у детей тягу к таким пособиям. Потому что, если у тебя будет тема, откуда берутся дети, то нас закроют. все, завтра с утра я у тебя в десятом А. В костюме Ольги Николаевны. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот прям и... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»